МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Канада отправляет в Африку вакцину от вируса Эбола. В Турции прошли первые в истории страны открытые выборы президента. Нынешний премьер-министр Таип Ардаган набрал более 50% голосов и обеспечил себе пост главы государства без второго тура. Премьер-министр Турции Реджеп Таип Ардаган в своей первой речи после избрания его президентом призвал к социальному примирению. По результатам воскресного голосования он набрал абсолютное большинство голосов более 52%. Это гарантировало ему пост главы государства без второго тура. Я говорю это от сердца. Давайте начнем новый период общественного примирения и давайте оставим старые споры в старой Турции. 10 августа в стране прошли первые открытые выборы президента. До этого с 1923 года главу государства избирал парламент. Как обещает Ардаган, после вступления в должность он планирует изменить конституцию и расширить полномочия президента. Тем временем его оппоненты выражают опасения, что это станет еще одним шагом к созданию в Турции авторитарного режима. Впрочем, несмотря на всю критику в адрес политика, который последние 12 лет занимал должность премьер-министра, в стране он по-прежнему имеет широкую поддержку. «Я действительно счастлива и взволнована. Наш премьер-министр, который сделал нашу страну такой сильной, стал президентом. Мы его поддерживаем». «Сегодня я им очень горжусь. У меня нет слов. Он мировой лидер. Не могу подобрать слова, чтобы выразить свои чувства». За время премьерства Эрдогана Турция стала одной из ведущих экономик региона. При этом она все больше трансформируется в религиозно-консервативное государство и все дальше уходит от светских идеалов Мустафы Кемали Ататюрка, который основал государство на руинах Османской империи в 1923 году. Как предполагается, инаугурация Эрдогана состоится 28 августа. Тем временем в его партии «Справедливости и развития» скоро начнутся обсуждения по поводу кандидатов, которые заменят его на посту премьера и главы политической силы. Израиль и Хамас при посредничестве Египта договорились продлить перемирие еще на пять дней. До этого оно продолжалось три дня. Однако было на грани срыва. Об этом подробнее. Израиль и Хамас договорились продлить временное прекращение огня в секторе Газы еще на пять дней. До этого там действовало трехдневное перемирие. Оно завершилось в девять часов вечера по местному времени в среду. Однако после непрямых переговоров в Каире при посредничестве Египта его договорились продлить. «В последний момент, в последние минуты было решено продлить прекращение огня еще на пять дней. Оно начнется сегодня в полночь и завершится в понедельник. Вместо 72 часов у нас 120 часов». В четверг утром палестинская делегация отправилась в город Рамала на западном берегу реки Иордан для консультации с президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом. Как говорит палестинская сторона, стороны смогли договориться по ключевым моментам, но некоторые разногласия все же остались. «В ближайшие недели мы надеемся, что сможем достичь окончательного соглашения, и что это соглашение получит поддержку всего арабского мира, а также остального мирового сообщества. Некоторые вопросы касаются безопасности, некоторых застроек, а некоторые снятия блокады. Больше пока говорить не буду». Напомним, в среду, когда подходила к концу первое перемирие, Израиль переместил к границе с сектором Газа дополнительные войска. При этом в сторону еврейского государства с палестинских территорий были выпущены по меньшей мере две ракеты. Они упали на открытые местности, не принеся разрушений. Правительство Канады решило передать в Африку небольшое количество экспериментального препарата от вируса Эбола. Жертвами этой лихорадки уже стало более тысячи человек. Канада предложила направить в Африку от 800 до 1000 доз экспериментальной вакцины от лихорадки Эбола. Об этом сообщила министр здравоохранения страны. Препарат создали несколько лет назад специалисты Государственной национальной лаборатории микробиологии. Однако испытания прошли пока только на животных. Передать сыворотку в Африку канадские власти решили после того, как ВОЗ признала этичным применение экспериментальных лекарств от вируса Эбола. При этом в Канаде создано всего 1500 доз данной вакцины. Часть останется в стране. Того, что направят в Африку, недостаточно для лечения всех инфицированных. Специалисты заявляют, что для создания большего количества препарата требуется от 4 до 6 месяцев. Над созданием вакцины от Эболы работали также и в США. Но и там пока подготовили небольшой объём лекарства. Оно уже прибыло в Либерию. Лихорадка Эболы – одно из самых смертоносных заболеваний в мире. Последняя её вспышка вызвала эпидемию в Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне. Жертвами Эболы стали уже 1013 человек. Всего же зарегистрировано более 1800 случаев заболевания. Далее в выпуске. Мигранты из Африки устремились к берегам Испании. Огромную гробницу нашли в Греции. В Париже борются с замочками любви на мостах. Панды-тройняшки впервые выжили. В Испанию вновь устремились нелегальные мигранты из Африки. За два дня в Европу перебралось почти тысяча человек. Подробности далее. Более 600 нелегальных мигрантов пытались во вторник добраться до берегов Испании. В испанских водах их обнаружили сотрудники береговой охраны. По данным местных СМИ, на 70 надувных лодках из Африки в Европу отправились 680 человек. Среди них 88 женщин и 20 несовершеннолетних. Всех нелегалов отправили в город Тарифа и разместили в спортивном центре. Там о них уже заботятся представители Красного Креста. Всего же за понедельник и вторник испанская береговая охрана привезла в Тарифу 980 выходцев из Африки. Это самый большой наплыв мигрантов с 2010 года. Тарифа расположена на самом юге Испании. От Марокко её отделяет лишь Гибралтарский пролив. Искатели лучшей жизни постоянно устремляются из Африки в Италию или Испанию. Если мигрантам удастся доказать, что на родине им жить опасно, то они смогут остаться в Европейском Союзе. Если же нет, то их отправят обратно в Африку. Оползень в Швейцарии чуть не столкнул в обрыв пассажирский поезд. Несколько вагонов состава нависли над крутым откосом. Несколько вагонов пассажирского состава сошли с рельсов в Швейцарии в результате оползня. Около семи человек получили телесные повреждения. Авария произошла в кантоне Граубюнден на востоке страны. Поезд следовал между городами Санкт-Морец и Куц в горной местности. Как сообщается, оползень накрыл железнодорожное полотно возле тоннеля. Один из вагонов чуть не упал с крутого откоса, повиснув над ним. «Я боялась, что наш вагон тоже сойдёт с рельсов, поэтому схватила сына и сказала ему, что мы уходим. Мы стали идти в хвост поезда, поскольку я не знала, сколько ещё вагонов сойдут с рельсов. Все остальные также начали идти в конец поезда». Как сообщается, место аварии находится в труднодоступном горном регионе. Добраться до него крайне непросто. Для эвакуации пассажиров власти кантона направили вертолёты. Археологи Греции вплотную подошли к разгадке того, кто покоится в недавно обнаруженной огромной гробнице. Уже совсем скоро они смогут проникнуть внутрь. Предполагается, что там может быть тело Александра Македонского. Археологи Греции обнаружили огромное древнее захоронение. На нём имеются два сфинкса, а также рисунки на стенах. Возраст реликвии – более 2300 лет. По словам премьер-министра Греции, эта гробница – самая большая в своём роде, когда-либо обнаруженная в стране. «Очевидно, что мы стоим возле очень значительной археологической находки. Земля Македонии продолжает нас удивлять, открывая уникальные ценности, которые складывают воедино мозаику нашей уникальной истории Греции». Археологи начали раскопки в 2012 году. Они надеются, что закончат откапывать гробницу до конца этого месяца. После этого станет понятно, кто же в ней покоится. Представитель Министерства культуры Греции сказал, что могила принадлежит какому-то знаменитому македонцу. Как предполагается, два сфинкса на входе были предназначены для охраны гробницы. По кругу она окружена стеной длиной в 497 метров. Также возле могилы была обнаружена статуя льва. Эксперты считают, что изначально она находилась сверху захоронения. Есть предположение, что в гробнице может находиться тело Александра Македонского. Впрочем, никаких прямых свидетельств этого у учёных пока нет. Македонский умер в 323 году до н.э. после беспрецедентного военного похода через Ближний Восток, Азию и Северо-Восточную Африку. На сегодняшний день известно, что он скончался в Вавилонии, которая находилась на территории современного Ирака. Место его захоронения до сих пор не обнаружено. Гостей Парижа призывают перестать увешивать замочками любви мосты через сену. Власти столицы запустили специальную кампанию. Власти Парижа призывают парочки влюблённых туристов больше не вешать на городские мосты-замочки. Вместо этого они вдохновляют их делать совместные селфи на фоне многочисленных парижских достопримечательностей. Для этого на асфальте расклеивают вот такие сердечки с напоминаниями. Замки с именами влюблённых начали появляться на парижских мостах более пяти лет назад. В результате, к примеру, на мосту архиепархии рядом с собором Парижской Богоматери образовались 27 тонн лишнего веса. «Это может вызвать обрушение заграждений, повредить прогулочный катер или туристическую лодку, проходящую в тот момент под мостом, или упасть на пешеходов, идущих по тротуару. Так что это опасно. Не говоря уже о том, что это разрушает парижское наследие и мост, это также опасно для гостей Парижа». Нечто подобное произошло в июне этого года на мосту искусств. К счастью, никто не пострадал. Многие туристы, впрочем, не видят в стихийно возникшей традиции ничего страшного. «По-моему, нет проблем. В итальянской Вероне это также распространённое явление. Рядом с домом Ромео и Джульетты. Такое также часто встречается во Флоренции, в Риме. Так что почему бы и нет?» «По-моему, это своего рода способ опломбирования вашей любви. Ключи бросают в воду, так что если мой Василис захочет открыть замок, ему придётся нырять за ключом. Не думаю, что он собирается это делать, но концепция хорошая». Но есть и те, кто предпочитает селфи. Эта пара из Латвии, говорит, не доверяет замочкам, поскольку их всё равно срежут. В прошлом году, на День Святого Валентина, власти Парижа действительно срезали большую часть замков. Однако они очень быстро наросли снова. В Китае у панды родилась тройня. И впервые все трое детёнышей выжили. Давайте посмотрим. В Китае родились панды-тройняшки. И впервые вся тройня выжила. Малыши появились на свет в сафари-парке Чимилун в южной провинции Гуанчжоу ещё 29 июля. Однако руководство зоопарка не спешило сообщать радостную весть о редком приплоде. Сначала хотели убедиться, что все трое останутся живы. «С тех пор, как в Китае в 60-х годах прошлого века началась программа по искусственному вскармливанию панд, у нас в целом родились 400 детёнышей в трёхстах помётах. Из них тройняшки ранее были только три раза». Первый раз тройняшки родились в 1967 году, но тогда все малыши погибли. Потом панды приносили тройню в 1999 и 2003. В обоих случаях из троих выживал только один детёныш. На этот раз сотрудники зоопарка утверждают, что все трое здоровы и имеют хорошие шансы на выживание. Весят они 230, 245 и 333 грамма. Это уже намного больше, чем при рождении. Медвежата отправят на вскармливание в Центр по сохранению и исследованию больших панд в Сычуань. Там же 12 лет назад родилась их мама Дзюсяо. За 35 лет своего существования этот питомник вырастил более 200 бамбуковых медведей. В дикой природе панды обитают только в Китае. В настоящее время их осталось около 1600. Ещё 370 содержатся в неволе. Это был обзор мировых событий. С вами была Ольга Генералова. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»